Под звуки государственного гимна. Седьмой раз началось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню работников спорта Кыргызстана. Поздравить работников данной сферы пришли представители власти и народа. Также были зачитаны приветственные слова президента и премьер-министра о том, что спорт очень важен для государства, а также пожелания работникам кыргызского спорта. Мы всегда должны поддерживать наших спортсменов, ведь именно они поднимают наш флаг на высший уровень за рубежом. Мы им благодарны и желаем только достижения самых высоких наград, ведь их впереди ждут множество чемпионатов и турниров, и мы должны им оказать достойную поддержку. В рамках мероприятия состоялось награждение нагрудными знаками ветеран спорта, отличник спорта и отличник молодежной политики, представители физической культуры и спорта, добросовестно выполнявших свою работу и внесших вклад в развитие отечественного спорта. Мне исполнилось 60 лет, и только сейчас я получил отличника спорта. Я рад, несмотря на мой возраст. В спорте я уже более 40 лет. Тогус-Кургол – это национальный вид спорта. Мне понравилось, я его изучил от А до Я. А так, по профессии я преподаватель физической культуры и тренер данного вида спорта. Это вторая специальность. Также от имени премьер-министра наручные часы получила Шарипа Гадырова. Благодарственные письма получили тренер женской сборной по борьбе Нурбеки Забеков и представитель агентства спорта Зинеп Сатаева. Вместе с тем сотрудники, проводящие правильную политику кыргызского спорта и регулярно сотрудничающие с международными спортивными организациями, удостоены почетной грамоты Национального олимпийского комитета. Наша основная задача – это донесение спортивных новостей до народа на оперативном уровне. Поэтому сейчас мы стараемся выполнять свою работу качественно и на высшем уровне. Кроме этого, все мировые спортивные события мы показываем в прямом эфире. И все эти работы проводятся с зарубежными организациями. Канабек Усман Алиев, являющийся советником министра культуры, информации спорта и молодежной политики Кыргызской республики. Также гордостью кыргызского народа. Олимпийским чемпионом поделился мнением о нынешнем уровне развития кыргызского спорта. Уже 3-4 года мы празднуем Всемирный день физической культуры и спорта. Вот поэтому 6 апреля стал днем физической культуры и спорта. Я думаю, что именно наше будущее о думе своего здоровья. Каждый человек, каждый взрослый родитель, каждый молодой человек, они все должны одинаково думать, что каждому из нас нужен для себя здоровье, а это значит для нашего будущего, для нашего государства. За последние десятилетия отечественный спорт заметно продвинулся вперед. Благодаря упорному труду наши спортсмены показали достойные результаты, которые навсегда останутся в истории Кыргызстана. И это не предел. Впереди еще много показателей более высокого уровня, если будет соответствующая поддержка со стороны государства. Бексултан Мурадилов, Рахат Батырбекова, СТВ